Здравствуйте! В данном ролике я расскажу вам об алгоритме расчёта простых нейронных сетей прямого распространения и об алгоритме их обучения методом обратного распространения ошибки. Схема простейшей нейронной сети представлена на рисунке. Как вы видите, у сети есть входной слой, куда поступают данные x1, x2, x3, один скрытый слой и выходной слой. Входной слой содержит 4 нейрона, один из которых называется нейроном смещения. Нейрон смещения содержит всегда одно и то же значение, например, единицу, и предназначен для подачи постоянного смещения на все последующие нейроны, с которым он связан. Его можно отключить, задав на нём значение 0. Далее идёт скрытый слой, состоящий из трёх нейронов, опять же, один из которых нейрон смещения. Заметьте, что он связан только с последующим выходным слоем. С входного слоя связи на него не поступают, так как он не изменяет своего состояния. Результат работы сети вычисляется на выходном слое, который содержит два нейрона. Каждый последующий слой соединён с предыдущим слоем связями с определёнными весовыми коэффициентами. В сети может быть несколько скрытых слоёв. Сеть называется сетью прямого распространения, так как первый слой соединён со вторым, второй с третьим и так далее, и нет обратных связей. Например, с выходного слоя на входной. Сети с обратными связями называются рекуррентными сетями. Обозначим нумерацию нейронов входного слоя индексом i. Его значение меняется от 0 до 3. Обозначим нумерацию нейронов вскрытого слоя индексом g. Его значение меняется от 0 до 2. Обозначим нумерацию нейронов выходного слоя индексом k. Его значение меняется от 1 до 2. Заметьте, что для удобства во всех случаях номер нейроносмещения принимается равным 0. Коэффициенты связи входного и скрытого слоёв можно обозначить как w и g. А матрицу из этих коэффициентов назовём w. Таким образом, w01 определяет связь нейроносмещения входного слоя с первым нейроном скрытого слоя. А w3,2 задаёт связь третьего нейрона входного слоя со вторым нейроном скрытого слоя. Коэффициенты связи скрытого и выходного слоёв можно обозначить как εgk, а матрицу из этих коэффициентов назовём Е. Значения входного слоя x и t можно представить вектором x. Значения нейронов скрытого слоя обозначим как h,g,t. Они составляют вектор h. А выходные значения o,k,t вектором o. Обработка информации идёт последовательно. Сначала вычисляются значения скрытого слоя h,g, затем значения выходного слоя o,k,t. Формула для вычисления значений скрытого слоя обозначена номером 1. Каждый нейрон вычисляет комбинированный ввод, состоящий из суммы произведений, входного значения на соответствующий вес, и затем результат прогоняется через функцию активации данного нейрона f,a. В нашем примере функцией активации служит логистическая функция на основе экспоненты. Комбинированный ввод обозначен через net,g,t. Для примера распишем вычисление значений нейрона h1. Смещение перемножается с весом w01, затем x1, перемножается с w11, и так далее для каждого входа. Затем результат суммируется и подаётся на функцию активации. Приведём пример кода программы для вычисления значений скрытого слоя. Здесь веса представлены в виде элементов массива w с индексами в квадратных скобках. В шаблоне используются циклы for на языке программирования Pascal. Далее разберём порядок вычислений значений нейронов выходного слоя. По аналогии с предыдущим слоем составлена формула 2 для вычисления выходных значений. Комбинированный ввод представляет собой сумму произведений значений, а житое промежуточного слоя на значение весов εжитое катое. Результат подаётся на функцию активации. Для примера приведена формула для первого элемента О1. На языке Pascal код вычисления выходных значений может выглядеть следующим образом. Приведённые вычисления называются прямым ходом и позволяют определить выходные значения сети при поступлении входных данных. Очевидно, что для правильной работы сети необходимо подобрать весовые коэффициенты матриц w и e. Для подбора этих коэффициентов существует метод обратного распространения ошибки. Суть метода заключается в том, что при подаче обучающего множества примеров результат работы сети сравнивают с целевым значением, определяют ошибки в выходном слое, обозначенные как δ, затем распространяют эти ошибки в обратном направлении и вычисляют ошибки нейронов скрытых слоёв, обозначенные как θ. И на последнем шаге корректируют значение всех весов, исходя из значений найденных ошибок. Далее перейдём к конкретному алгоритму действий. Перед обучением необходимо задать случайным образом все веса, например, в пределах от минус 0,5 до 0,5. Примеры случайного распределения весов матриц w и e приведены на экране. Предположим, мы подали на вход обучающий вектор x, а на выходе получили значение вектора o. При этом желаемое целевое значение на выходе должно быть равно вектору t. Для вычисления ошибки для каждого выходного нейрона δ1 и δ2 необходимо воспользоваться общей формулой 3, в которой разность целевого и реального значений перемножается со значением производной функции активации. В силу того, что функция активации у нас является логистическая функция, ее производная может быть выражена через само значение функции. И после несложных преобразований можно получить формулу 4 для расчета ошибки выходного слоя. Еще раз отметим, что эта формула справедлива только для логистической функции активации. В общем случае нужно использовать формулу 3. На языке Паскаль расчет ошибки выходного слоя может выглядеть следующим образом. Далее найдем ошибки нейронов скрытого слоя. Обозначим их θ1 и θ2. Ошибка для нейронов смещения не вычисляется. Общая формула для вычисления ошибок скрытого слоя приведена под номером 5. После преобразования для случая производной логистической функции активации можно получить формулу 6. Таким образом, ошибка нейронов скрытого слоя является комбинацией ошибок всех нейронов, на которые он воздействует. Чем больше связь εGTKT, тем в большей степени ошибка выходного слоя ΔKT влияет на ошибку нейронов скрытого слоя. Таким образом, происходит обратное распространение ошибки с выхода сети на ее скрытые слои. На языке Pascal программа для вычисления ошибок скрытого слоя может выглядеть следующим образом. Повторю, что формула 6 верна только для логистической функции активации. Для другой функции активации необходимо использовать формулу 5. В случае, если в сети существует несколько скрытых слоев, то используются аналогичные формулы, где вместо ошибки выходного слоя Δ, подставляются ошибки последующего скрытого слоя θ'. Заключительным этапом является корректировка весов массивов W и E. Изменения весов рассчитываются по следующим формулам под номерами 9 и 10. Здесь изменение веса между двумя нейронами пропорционально значению первого нейрона, помноженного на ошибку второго нейрона. Коэффициент μ называется нормой обучения и определяет скорость обучения. Его значение на практике обычно лежит в диапазоне от 0.1 до 0.4. В итоге блок-схема алгоритма тренировки сети методом обратного распространения ошибки выглядит так. Загружается массив тренировочных векторов xn с числом элементов n. Вводится максимальное число эпох Z. Под эпохой подразумевается однократная тренировка весов на всех тренировочных векторах. Затем задается начальное распределение весов случайным образом и далее во вложенных циклах проводится тренировка весов. Обычно чем больше число эпох, тем лучше результат обучения нейронной сети. Хотя это правило выполняется не всегда. После тренировки проводят тестирование сети на данных, не входящих в тренировочные множества. И определяют параметры точности классификации нейронной сети. Спасибо за внимание и подписывайтесь!